здравствуйте дорогие друзья с вами олег забугорский и этот специальный репортаж я снимаю для жизнь в стиле life in style и сегодня у меня в гостях замечательный прекрасный интереснейший человек ольга у меня есть несколько вопросов коли которые собственно говоря в этом репортаже мы озвучим первый вопрос расскажи немного о себе сколько тебе лет и когда ты переехала в соединенные штаты амирики меня зовут оли как олег уже сказал я живу в соединенных штатах уже 9 лет мне 29 я переехала когда мне было 20 что именно потолкнуло тебя уехать из россии помню оренбург так да что именно подтолкнула тебя на этот переезд мне всегда было интересно путешествовать и я училась другом городе абсолютно на другом конце россии в нижнем новгороде хотела учить английский со второго класса было такое желание что не хотелось жить там где тебя родили там где тебе пришлось жить и по приезду сюда я просто ощутила себя своей тарелки у меня не было такого что у меня было не по себе мне очень нравились люди и в большинстве как люди относятся к друг другу с насколько вежливости и насколько добротой каждый человек может обратиться к абсолютно незнакомому прохожему спросить как у него дела и помочь до той степени помочь проводить себя куда тебе нужно было идти а была ли альтернатива америки то есть или америка и только америка сша не на самом деле альтернатив было очень много просто так получилось что как студентам иностранных языков но уже подавали анкеты оставалось только оставаясь только соединенные штаты что же пришлось брать все было так на самом деле все случается не просто так и я считаю что мне не повезло с тем что было как говорится что подтолкнуло тебя пойти в армию сша многие многие зрители ждут собственно говоря вот именно армейскую тему и очень хотелось бы услышать что именно тебя подтолкнуло что именно подтолкнуло я не знаю я всю жизнь росла в такой дисциплинированные обстановки училась на факультете физической культуры ездила по различным олимпиадам то есть мне такой стиль жизни был по мне и когда в один прекрасный момент я поняла что обучение которое я получала я не могу его просто осилить физические работы и платить за него и услышав то что американской армии можно отучиться и работать в одно и то же время я решила попробовать там уже в это время у меня уже было много знакомых моих то были на военной службе и они были просто счастливы я хотел бы сказать ребята ольга служила в американской армии четыре года и буквально в этом году в 2017 году ольга демобилизовалась а сейчас в данный момент она выливает реальный дембель расскажи немножко про ваш распорядок дня то есть вот ваш распорядок дня которые в американской армии но хочу немножко уточнить то что я не в армии служил а военно-морском флоте это немножко а и другая разница до распорядок дня зависело от того если мы в море распорядок дня каждый день 6 утра подъем и ложишься спать как придется и если ложишься вообще могло бы случаться что и по два-три дня и просто весна до кофе кофе монстр что-нибудь такое распорядок дня достаточно очень насыщенный и иногда бывает очень нервный людям люди могут заходить таких что ситуации где просто не выдерживали моральные сказали я я ухожу были такие что это были и мужчины и женщины вступали в такой вот конфликт с собой да и я скажу в этот конфликт его попасть достаточно легко это как пропасть которую если упал то уже выбрать самому достаточно тяжело потому что это называется и депрессия она начинается депрессии перерастает другие заболевания как бессонница это очень опасно и у меня какое-то время было тоже такой период что я неделями не могла заснуть просто от такого 48 часового рабочего дня такого и кони падают в армии сша есть профессиональные штатные психологи которым ты можешь в любое время или тебя по наказанию старшего по службе направят психологу для лечения это да но когда ты на корабле посреди океана и все что у тебя есть это твой медик на борту который все что тебе может дать это пластырь и обезболиваешься пластырь анальгин и пакет льда от всех болезней как вот на флоте называется каюта да где вы спите то есть если у нас казармы были вот в армии то у вас каюты каюты они у мужчин и женщин разные ну конечно американской вот американской армии мы знаем поверхностно и какие то есть передачи служу советскому союзу да где мы смотрели какие-то новости да ну вот как как у вас все обустроено было то есть это я и был свой шкафчик на самом деле американцы подходят к этому вопросу очень категорично то есть развлечение между женским полом и мужским гендерное развлечение земля да у нас было свое помещение туда мужчинам даже не то чтобы нельзя было заходить им даже нельзя было там пройти мимо да у каждого своя небольшая как бы кровать как если вы представите такой поезд едешь поезде и используется все три полки включая верхнюю это в принципе так как выглядит наши каюты иногда может там от 20 до 50 человек в одной комнате вот такие вот каюты да у меня за практически сразу отпадает вопрос были ли у вас какие-то не уставные взаимоотношения то есть или же все-таки возможности были такие но это как бы как говорят не пойман не вор она не стоит того и даже начинать потому что ограничение достаточно сильные и наказание бывает за того что можно снять свои погоны и отдать за один промах и что-то не так я на самом деле считаю что это неуместно в американской армии это неуместно то есть редкие случаи глупого поведения потому что скорее всего они наказаны и достаточно серьезная так что как попасть в армию сша окей то есть ты приняла решение то и твои дальнейшие шаги что ты сделала мои дальнейшие шаги значит каждый человек то хочет попасть военные службы америки должны хотя бы физически подходить это они у них какой-то конкурс есть там не конкурс проходишь доскональную комиссию медицинскую они проверяют чудо не под микроскопом маленькие шраме здесь там все это за записывается учитывается и любой недостаток это будет дисквалификация очень легко по моему собственному примеру могу сказать меня чуть не дисквалифицировали мне пришлось доктор который делал медкомиссию она вызвала двоих других докторов чтобы как бы их мнение послушать и спасибо богу что они прошла такую комиссию проверки соответственно какие да это первый этап второй этап они начинают проверять кто ты на самом деле что кто твои родители кто твои братья сестры какой у тебя неважно в какой стране они найдут способ проверить они найдут любого твоего родственника что кто и делал в прошлом то есть от этого лучше не скрывать ничего и в итоге потом подписываешь какой-то контракт который тебе дает какое-то обязательство перед армией и ты должна его выполнить да это на самом деле это как бизнес заключаешь контракт с государством американским и все и выполняешь этот контракт этот контракт четырехлетний но на самом деле это восьмилетний контракт допустим четыре года у меня был службы я сейчас до сих пор служу как в резерве а то есть контракт продолжается но с возможностью выхода в резерв и не с возможности это обязательно потому что контракт вообще восьмилетний то есть 4 ты фактических суда и 4 являешься военнослужащий да то есть любой момент а то есть меня могут вызвать и в настоящее время финансовый вопрос почему американцы действительно так стремятся попасть в свою армию вот раскрой немного тайны завесы что получают матросы старшины на самом деле я не соглашусь с этим приложением то что вообще-то американцы где-то примерно 2 процента статистически что американцы и до служения это миф это миф многих зрителей у меня это абсолютно ими то есть в основном это все военнослужащие из других стран у меня была дивизия у меня были сослуживцы найджерии там нигерия по-русски и мексики и каких только стран филиппины и там практически может сейчас практически открываем военную тайну что армия сша состоит практически из 90 это давно уже не тайны это публичное осознанное знание то есть да так сказать все таки деньгах выражается ежемесячное пособие ежемесячное пособие зависит от звания во первых а от сколько сколько получал матрос ольга но такие вещи я конечно не буду обсуждать на камере not получать достаточно но вполне да у вас есть контракте лимит что вы не можете мне там лимита нет но среднестатистический окей будем не будем говорить о нашем матросе а вот среднестатистический солдат а кстати это публичное знание тоже информация сколько что но так же как я сказала во-первых зависит от многое твоя заработная плата зависит от звания зависит допустим я была на морской службе я про плавала по океану мне доплачивали за одно за то что получаешь там другие звания другие привилегии она накопляет и это зависит от тебя мы хотим цифру сколько получает матрос можешь не себе матрос получает от 17 до 1700 до я не знаю 10 до 10 до 10 тысяч в месяц да поэтому люди кто начинает служить и с годами эта цифра растет и растут смело сказать что средний офицер получает в районе пятнадцати тысяч долларов ежемесячно ну придется 10-12 10 это как бы точно да пусть где ты но это за холи российские и среди женщин сша америке самая популярная косметика но это бренд самая популярная конечно идет мак декоративная косметика те кто предпочитает и любит свою кожу не хочет стареть раньше времени пользуется минеральной косметикой бер минерал например да я пользуюсь как это было в армии то есть у вас в принципе или как бы есть ограничение ограничения есть но на самом деле косметика там неуместным просто это не пытаешься выглядеть красивый просто ты выполняешь свои должности все то есть ну косметика вообще отпадает можно накрасить ресницы можно подвести глаза можно накрасить ногти каким-то матовым цветом который комплимент так комплимент твоей коже но я думаю что это неуместно дело в том что он оля я могу сказать почему а допустим а из 350 человек экипажи только 50 женщин это просто пример и и да но это только на самом деле что привлекать внимание лучше не надо понимаешь лучше так сидеть тихонечко и не привлекать ним окраска не примите как говорится за 10 месяцев у людей происходит очень многое изменение выход нервной системе и других системах поэтому лучше делать так как я говорю оля есть часть вопросов которые мне подготовили наши редакторы вот один из таких вопросов он озвучивается дословно бреют ли или делает эпиляцию ног женщины в большинстве в америке честно говоря я наблюдал такие случаи в основном нет я не знаю почему нет они применяют но а какой вот из способов больше бритье или все-таки вот нет сейчас более развитое лазерное удаление волос то есть раньше это было очень дорого сейчас конкуренция выросла и она достаточно дешево сделать лазерное удаление это же опять как я сказала мы ближе к портам каким-то девушки конечно приводят себя в порядок и делают ногти там красятся и волосы как-то себе что-то с волосами делать но в основном когда ты работаешь 7 дней в неделю и у тебя 4 часа поспать то я не думаю что ты будешь переживать какие у тебя волосы и у тебя ногти там будешь переживать лишние 15-20 минут сна да то есть ты вышла на земле и ощутила наконец-то вы какую-то вот вот она свобода то есть они выложили вот эту жесткость и сейчас конечно это как небо землей понимаешь просто когда ты не можешь ничего сделать без разрешения там твоего капитана не можешь никуда поехать не можешь элементарные вещи делать выехать в соседний город туда и такая свобода конечно ощущается на сто процентов вопрос связанный с гастрономическими предпочтениями матросов раз уж мы с тобой ведем о твоей службе чем вас кормят чем вас кормили вот нет подробности кроме бананов яблоко и апельсин я так понимаю у вас там и фрукты были все не на самом деле а что есть то есть кормит солдат в американской армии очень хорошо я как-то посмотрела как завтрак наших русских солдат и два года служил тогда что-то я видела там два кусочка хлеба 2 и масло и два яйца и чай и кусочек сахара и и у нас допустим ты приходишь ну каши до приходишь в столовую ты проходишь у нас есть повара они готовят говоришь там я хочу 3 сам не вот так и пожарьте с этими овощами там с тем тем они тебе делать на заказ каждому 300 человек все проходят то есть поплав плане того что как питается солдаты они ничем не обижены особенно что удивительно посреди океана реально очень далеко от берега вообще каких-то условий у нас всегда как минимум было 10 разных видов фруктов на борту всегда свежие лежали никто их не ел они все просто ну не жизнь выбрасывали каким спортом ты занималась перед тем как пойти в армию и дала ли тебе вот служба какие-то новые увлечения абсолютно я занималась гимнастикой акробатикой всем чем только можно на самом деле но здесь как бы я предпочитаю заниматься такими видами спорта как борьба и так что потому что у меня еще до сих пор очень развитая гибкость и мне позволяет делать очень многие упражнения и трюки которым другим людям они просто уже не дано с возрастом и еще занимаюсь йогой занимаюсь серфингом кстати я сегодня приплыла уже свою милю 1600 метров в бассейне на каждый день чувствую себя потрясающе туда какие-то негативные вещи которые ты хотела бы убрать из своего рациона но это конечно то есть что хотел уже убрать алкоголь абсолютно убрать употребление алкоголя на самом деле не нужное делает пустая трата денег и растрата здоровья в этом возрасте уже понимаешь например мне уже почти 30 лет я понимаю что пора завязывалась вообще на самом деле четыре года это была настоящая низ я не скажу сказка но я сейчас ощущаю насколько мне было хорошо жить вот той жизнью насколько было трудно и хорошо насколько развивается такие качества как товарищество когда человек тебя может поддержать они когда человек тебе может помочь любой ситуации просто это на самом деле не купить за деньги это не приобрести в магазине то есть то что ты приобретаешь во время службы она остается с тобой пожизненно тебе хочется больше дать чем взять это потрясающее чувство планы у меня конечно высокие я поступаю в школу адвокатов то есть я хочу работать как адвокат на себя кстати служба дает какие-либо привилегии для того чтобы да да и сколько стоит обучение на юриста юридические факультет в соединенных штатах это самый дорогой считается и самый сложный даже сложнее чем медицина сложных исправить но ну да это дорого только обучение стоит год примерно 50 тысяч 50 тысяч это только три-четыре года четыре года до 100 тысяч долларов то есть еще на счету надо жить окей кто будет платить за эту все будет платить вот 33 жизненных принципа которым ты придерживаешься ежедневно но первый мой принцип того что всегда оставаться человеком всегда любой ситуации то есть в этой стране и вообще в любой другой стране я считаю выжить помогает если ты ценишь свою семью ты ценишь людей вокруг себя это мой первый принцип я никогда не отвернусь от своих друзей скажу поставлю себя на первое место это мой принцип на второй принцип то что то что мы не можем контролировать лучше об этом не переживать то есть всегда надо оставаться спокойным чтобы в жизни не случилось чтобы не случилось пускай начнутся рушиться стены нужно оставаться спокойно и в-третьих мы ждем не знают выжить это мой дом и вот куда куда не вы военный кстати не выведем отроса третий принцип нужно просто не надо передавать то что негативное надо где-то его там оставить закопать дома закрыть шкафчик и забыть и так лучше потому что побольше улыбок побольше улыбок больше общения на самом деле жизнь прекрасна жизнь может поменяться сто процентов может просто перекрутиться как воздушный шар и нужно об этих вещах никогда не забывать просто радоваться жизни радовалась оля огромное огромное спасибо за для меня очень интересный рассказ и я не сомневаюсь он также будет интересен возможно и кому-то и полезен из наших зрителей напоминаю сегодня у нас в гостях была ольга куценко прослужившая 44 года так и хочется сказать в советской армии это вот рефлектор в американской армии армии сша на флоте есть разница я до этого как-то не разделял бы теперь буду знать что есть армия а есть неви благодарю тебя ольга и надеюсь мы будем еще делать с тобой репортажи не только на армейские темы заодно вот про танцы расспросим до тема гимнастики танцев это очень интересная соответственно косметология и многие многие вопросы которые будут интересовать наших зрителей мы их адресуем и тебе с вами был олег забугорский всего вам хорошего и всегда оставайтесь действительно человеком